Как вырасти здоровых детей, сформировать правильный образ жизни и пищевые привычки, поднять уровень иммунитета? На эти и другие вопросы все желающие могут получить ответы. В России стартовал социальный благотворительный проект «Здоровое поколение». Материалы для него разработали врачи-педиатры, эндокринологи, диетологи и нутрициологи. И сегодня у нас в студии нутрициолог, участница всероссийского социального благотворительного проекта «Здоровое поколение» Елена Алексеева. Добрый вечер. Здравствуйте. Елена, можно вкратце о проекте, на что он направлен, в чем его основная суть? Да, проект «Здоровое поколение» — это благотворительный проект, который направлен в первую очередь на здоровье наших детей. По сути, это образовательная платформа, на которой находится много разных обучающих материалов. Причем материалы, они предоставлены в разных форматах. Это и видеолекции, это какие-то гайды, чек-листы, которые можно сохранить и при желании распечатать и использовать в ответах на свои вопросы. Кому адресован прежде всего? Прежде всего, конечно, это родители, люди, которые собираются стать родителями, действующие родители, бабушки, дедушки, но и в том числе работники образовательных учреждений, медицинских организаций, то есть те люди, которые так или иначе имеют отношение к детям. Какие советы там нужно получить, консультации какие-то, на что направлены? Материалы находятся в формате обучающих лекций, то есть удобно структурированы по навигации, разделены по возрастам, разделены по форматам вопросов. То есть если у меня, допустим, как у матери двоих детей возникают какие-то вопросы, я с легкостью могу найти ответ именно там. Например, по правильному питанию? Да, например, правильное питание полезное, которое может закрыть дефициты, которое может помочь ребенку во время каких-то заболеваний, либо для профилактики. Там есть питание для спортсменов. Есть разные лайфхаки, например, как избавиться от сладкой зависимости у детей, как накормить малоежку. То есть вот такие тонкости там тоже есть и можно воспользоваться. Хорошо, а как тогда принять участие, кто захочет в этом проекте? То есть куда обращаться, как это, куда прийти? Да, можно зайти на сайт здоровоопоколение.ру, пройти легкую регистрацию, все материалы будут доступны для просмотра, они находятся в свободном доступе, это все бесплатно. Вообще реально вот так вот даже дистанционно сформировать у человека здоровые привычки, например, благодаря таким консультациям, как вы считаете? Да, конечно, то есть там предоставлена информация в удобном формате в плане восприятия, то есть там нет каких-то трудных медицинских терминов. Можно рассчитать нормы для своего ребенка в зависимости от возраста, можно составить рацион, можно опять-таки, используя разные лайфхаки, приучать ребенка постепенно есть здоровую нормальную еду. Например, мой ребенок трехлетний спокойно ест брокколи и выбирает в кафе брокколи. Это для меня маленькая такая победа. После участия в этом проекте? Да, да, да. Благодаря всем этим лекциям и так далее? Да. Спасибо большое, что пришли, надеюсь, информация будет полезна нашим зрителям, они примут участие в этом проекте. Спасибо, Елена, что ответили на наши вопросы. Благодарю. Продолжаем.